Погода хоть изредка, но радует приморцев высокой температурой воздуха. Любят тепло и змеи, оно делает их более активными. Например, жители Владивостока увидели змею, которая выползала из подвала одного из жилых домов на улице Добровольского. Тревожить ее не стали, и она, перебравшись через дорогу, уползла в направлении видовой площадки. Это был безопасный амурский полос. В приморской столице змей можно встретить на детских площадках, в автомобилях, в офисных зданиях. В любых частях города, и в частном секторе, и в многоквартирных домах, и на лестничных клетках, в детских садиках и школах Артема и Партизанска змеи появляются часто, потому что там сами детские садики и школы стоят в большей части в лесу, или в скверах, парках. Поэтому это их среда обитания, и когда спрашивают, откуда у нас змеи, это мы у них. Что делать, если обнаружили змею? Приморские рептилии не кусаются, если их не тревожить. Если вы наступили на присмыкающейся, то она укусит, защищаясь. Главное правило – не трогать змею, даже если вам кажется, что вы ее убили. Ни в коем случае не берите ее в руки, чтобы перенести. Может укусить судорожно. А я все равно остается в железах и в зубах. Поэтому последствия могут быть плачевны даже после встречи с отрубленной головой или с разрубленной на части змеей. Не пытайтесь змею ловить сами. Это чревато укусами, заражением крови. А одна из змей на Приморье – тигровый уш – она смертельно ядовита. Если вас все-таки укусила змея, следуйте нескольким простым советам. Если есть возможность, обратитесь к врачу. Нарушение сознания, обмороки и головокружение – это все от страха. Поэтому не паникуйте. Место укуса можно обработать антисептиком. И ни в коем случае не перетягивайте конечность. Разрезать место укуса нельзя. Это ничего не даст, кроме заражения крови. Не прижигайте ничем место укуса. Яд всасывается мгновенно, а вот ожог вам гарантирован. Посадите пострадавшего в тень и дайте ему воды. К слову, спиртное не противопоказано, но и не рекомендуется. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.